Итак, всем здравствуйте! Сегодня я хочу сделать обзор на разные учебники по грамматике. Я расскажу о том, какие учебники подходят для самостоятельного изучения, для того, чтобы преподаватель работал со студентами в группе, в большой группе, в мини-группах. Естественно, поделюсь своим опытом, потому что, так или иначе, я работаю с грамматикой по самым разным источникам со своими студентами, со своими клиентами. Сам когда-то учился по различным грамматическим учебникам. И, в принципе, расскажу о том, скажем так, как выбрать для себя учебник и что значит изучить грамматику в таком базовом общем понимании, потому что часто тема грамматики вызывает какие-то сложности, это скучно, это неприятно. Как и что на это влияет? Ну, в общем-то, сейчас мы по всем по порядку и поговорим. У меня вот такая стопочка учебников сегодня на обзор. Сегодня я расскажу про эти учебники в том виде, в котором они есть у меня. Тут не самые последние издания. Но они обновились, а структура, общий подход, хоть и, конечно, многие изменения произошли, остались прежними. Поэтому я расскажу о тех учебниках, которые являются супер-бестселлерами, выражу свое мнение. И, в общем-то, расскажу о тех учебниках, которые малоизвестны, на мой взгляд, являются очень классными торсобиями, остаются таковыми в течение многих лет. Начну я вот с этого учебника. Учебник, этот учебник, я честно могу сказать, что я по нему работаю сейчас минимально, что-то беру, какие-то упражнения, если нужно отработать какую-то тему или проконсультироваться для того, чтобы как-то иллюстративно подать материал. Но, в общем, эти учебники мне использую, не пользуюсь. Но я учился по этому учебнику, по крайней мере, точно. Я помню некоторые выдержки, которые были, когда я был студентом. И я помню, что еще уже тогда мне было понятно и, скажем так, во многом хорошо я усваивал материал от того, что он был презентован хорошо с точки зрения иллюстративности. Я более подробно буду показывать прямо каждый из этих учебников, про которые я буду рассказывать на экране. А пока лишь скажу о том, что это учебник за авторством Азар. Это издательство Pearson. И вот именно данная серия уровень Intermediate to Advanced. То есть от среднего до продвинутого уровня. Вкратце, в двух словах я уже сказал, что здесь хорошая подача, здесь иллюстративный материал, очень хорошо воспринимаемый. И отрабатывается несколько навыков. Здесь чтение, слушание, аудирование, письмо и взаимодействие преподавателя со студентами, преподавателя с группой студентов и студентами друг с другом. То есть speaking. Здесь тоже отрабатывается. Кстати, не во всех грамматических учебниках это есть. И это такое важное очень отличие, когда грамматику воспринимают как сухой, сухую такую подачу теории и упражнений. Теория и упражнения. Вот я не сторонник этого подхода, про это буду говорить. Азар подает материал, теория, практика. То практика, отрабатывая несколько аспектов, где урок грамматики, допустим, если, как я считаю, давать чисто теорию и упражнения, допустим, 90-минутное занятие один на один в мини-группе, даже в большой группе, не разбавляя ничем, будет проводить достаточно скучно. Может быть, от этого и возникают такие мнения о том, что грамматика это достаточно скучное занятие. Но нет, это во многом зависит, естественно, от преподавателя. И, конечно же, от учебного пособия. Итак, это первое учебное пособие, про которое я сказал. Я его рекомендую. Оно мне очень нравится. Оно, к сожалению, не представлено в России. Практически представлено, я специально на днях проанализировал, каким-то баснословным деньгам. То есть по 12-13 тысяч продаются эти издания. И сейчас, к сожалению, так как это Pearson, онлайн-поддержки, какие-то видео, сопровождающие материалы отсутствуют. То есть можно брать бумажные, печатные издания, консультироваться, смотреть, что-то скачивать в интернете, какие-то дополнительные упражнения. И все. Вот на этом все. Но сам подход, конечно, он требует внимания. Это классный учебник. Однозначно его рекомендую. Дальше это Focus on Grammar. Вот у меня здесь несколько уровней. Это четвертое издание. Я могу сказать о том, что, на мой взгляд, это, наверное, самое лучшее и самое интересное с точки зрения подачи грамматического материала издания от Pearson, да и вообще, в принципе, из всего того, о чем я сегодня буду рассказывать, с точки зрения универсальности. Этот учебник по грамматике отрабатывает все ключевые навыки. Я буду подробно рассказывать, что там начинается с текста, там лексика, там работа над пониманием текста, деталей текста. Потом достаточно хорошая презентация самой теории грамматической. Упражнения, включая произношение, включая аудирование, включая письмо. И еще и включая и очень хорошую подборку и наличие большого количества тестов, которые позволяют повторять материал, многократно очень сильно его закрепляя. То есть, на мой взгляд, вот эти вот учебники они очень классно работают со взрослой аудиторией, со старшими школьниками вполне тоже очень здорово работают. My Grammar Lab. Три уровня у этого учебника. Я показываю один, тот учебник, по которому я работал. Учебник, на самом-то деле, очень хороший. Его в свое время активно продвигало представительство Pearson на российском рынке. Чем оно хорошо? Во-первых, в принципе, там достаточно хорошая подача информации. Подробно, хорошие примеры, отработка самых разных деталей той или иной темы. Особенно на продвинутом уровне. Там много таких сложных тем, которые, если нужно проработать, пожалуйста, берем упражнения и работаем по ним. Есть аудиосопровождение. И, в принципе, материал собран и сделан так, что работать по нему приятно. То есть, это, с одной стороны, и такой вызов, always challenging, всегда сложновато. И всегда очень таким результатом остаешься доволен. Взрослые студенты тоже остаются довольными результатами. Единственный большой недостаток этого учебника о том, что, ну, к сожалению, в том, что все онлайн-материалы, там было большое количество упражнений дополнительных онлайн, сейчас недоступны. Кстати, то же самое касается Focus on Grammar. Но, тем не менее, Focus on Grammar все равно остается у меня в топе. Даже без наличия онлайн-рабочей тетради и других упражнений. Вот это вот учебник Мерфи. Вот у меня их три здесь. Три уровня. Начиная от стартового и до продвинутого. Его называют по-разному. Он самый продаваемый учебник по грамматике в мире. Это Библия, там, преподаватели, которые ведут занятия по английскому языку, как, ну, иностранным неносителям языка. По-всякому, по-разному. Ну, безусловно, я тоже, кстати, учился по данному учебнику, когда только начинал свой путь изучения английского языка. Там действительно много интересных и хороших упражнений. Материал хорошо подан. Но вот, на мой взгляд, это вот, кстати, у меня не самые последние издания. У меня здесь третье издание, есть второе издание. Но я изучил и, естественно, отслеживаю все выходящие издания, которые работают на российском рынке сейчас. Кстати, Кембридж продолжает работать. Материал онлайн доступный. В этом большое преимущество. Но сама подача в этих учебниках, несмотря на то, что есть хорошая такая детальная проработка по многим темам, она достаточно сухая. Теория упражнения. Более того, упражнений, в принципе, не так много. То есть, дана тема и упражнение, которое можно сделать с хорошим таким быстрым студентом. Ну, не знаю, за 30 минут, наверное, юнит можно спокойно проработать. С группой надо обязательно чем-то разбавлять. Да и не только с группой, один на один тоже. К нему есть дополнительная книга с упражнениями, так называемая Supplementary Exercises. Там упражнений намного больше. Но все равно получается подход такой вот, очень, на мой взгляд, простой. Теория упражнения. То есть, эти уроки нужно чем-то точно дополнять. И работать, в общем-то, как-то так вот, знаете, теория упражнения. Потом разбавил, как-то перешел к другим учебникам. Может быть, взял дополнительный материал, какую-то статью, текст, лексику. Проработал примеры. Нашел эту тему, обсуждаемую сейчас в этом тексте. Посмотрел под разными углами. Заставил себя и студентов напрячься, подумать. И вот тогда, наверное, это становится более интересно. То есть, я так сейчас импровизирую. Структура занятий. Не должна быть просто теория и упражнения. Теория упражнений. Нет. По мне так вот это не пойдет. Но большой плюс вот этой серии заключается в том, что, во-первых, она подходит для самостоятельного изучения достаточно хорошо. Ну, почему? Открываешь любую тему, смотришь и делаешь упражнения. Опять же, достаточно хорошая подача, понятная. Объяснение точное, на мой взгляд, во многих случаях. И можно, особенно всем тем, кто готов, умеет работать самостоятельно, использовать ее для, в общем-то, как самоучитель. Другие книги тоже, наверное, и вот эту можно тоже использовать для самостоятельного обучения. Но здесь прям вот конкретно в описании сказано, что это учебник для, может быть, использован как преподавателем, так и для самостоятельного изучения. Поэтому, если что-то нужно освежить, повторить, если хватает дисциплины, пожалуйста, берем English Grammar in Use, открываем нужную для нас тему и ее прорабатываем. Конечно же, наиболее эффективно работать с преподавателем, но, тем не менее, может быть, у кого-то и есть уже готовая база, вы хотите что-то повторить, открыли, повторили, проработали. Если хотите такой динамичный, интересный урок с разными заданиями, с отработкой всех ключевых навыков, это вот сюда, однозначно. Другие уроки может создать преподаватель. То есть он добавит туда, разбавит какими-то дополнительными учебными пособиями. Безусловно. А здесь прямо-таки руководство к действию. Берешь, идешь по этому учебнику. Естественно, есть дополнительные материалы, которые я тоже готовлю. Есть еще и, как я уже говорил, тесты, которые к каждому уроку сопровождаются. Потом есть тесты по каждой теме. Очень такое многократное повторение. Потом есть тест на середину курса, mid-course test. Есть end-of-term test. В общем-то, аудиосопровождение хорошее. Везде такая начитка текстов и в тестах, и в учебных пособиях. Тексты достаточно хорошо подобраны. Причем подобраны хорошо не только в самих учебниках. Я сейчас вот про это говорю, про focus on grammar. Но и в рабочих тетрадях в том числе. То есть они на самые разные темы. Интересный текст. Интересно работать, в принципе, с такими учебными пособиями. Четвертое издание, к сожалению, не работало с пятым изданием. Частично работало в электронном виде. В Россию бумажное не ввозили. По каким-то причинам официальный дистрибьютор этого не делал. Сейчас это не получится сделать. Только если самостоятельно какими-то путями возить эти учебные пособия. Но, как я уже говорил, онлайн-поддержки не будет. Поэтому вот это мой выбор. Несмотря на то, что Мерфи рекламирует, скажем так, весь мир, если грубо говорить. Я голосую за focus on grammar. Я голосую за azar точно. Где отрабатывается несколько навыков в каждом юните. И это делают уроки гораздо более интересными. Такими, знаете, они проходят быстрее. И ты понимаешь, что грамматику ты применяешь не только в упражнениях, отрабатывая теорию, но и в конкретных текстах. Слушая, все это очень грамотно подобрано. Методология проработана. То есть, все очень так поступательно сделано. Очень приятно, классно работать. Но надо не забывать о том, что, конечно, дополнительные материалы обязательно нужны. Поэтому мой выбор такой. А сейчас я перейду непосредственно к каждому из учебников. И покажу, каким образом они презентуют материалы. И дам свои комментарии. Итак, давайте непосредственно посмотрим на сам учебник. Прямо-таки пойдем по тем учебникам, как я их и показывал изначально в своем видео по порядку. Это азар. Как здесь презентуется материал? Ну, вот, допустим, тема Present Perfect Unspecified Time and Repeated Events. Здесь есть диаграмма. Как я говорил, очень такая хорошая иллюстративная подача. Если мы говорим про то, что нам нужно объяснить, что Present Perfect говорит о тех действиях, которые произошли в неопределенный период прошлого, мы не знаем точно, когда это произошло. Вот у нас нарисовано. Мы начинаем с этого time и под вопросиком. Now – это сейчас. Вот у нас здесь конкретные примеры. Have you ever seen snow? No, I haven't. I've never seen snow. Видел ли ты? Нет, я никогда не видел. И дальше здесь у нас идет теория, где рассказывается о том, что Present Perfect говорит о тех действиях, которые мы не знаем, когда они произошли. То есть, their exact time of the event is unspecified, is not specified. Потом наречия, какие с этим используются и так далее. Дальше идет информация, теория о том, в каких еще случаях используется the Present Perfect. Потом еще. И, в общем-то, такая хорошая теоретическая база. Мы ее прошли и двигаемся дальше. То есть, мы переходим к следующей странице. Здесь у нас упражнение. Looking at grammar. Здесь нужно проверить. Check all the correct verbs. Been, worked, went, drove и так далее. Вот у нас здесь вопрос, с которым нужно проработать. Where have you colleagues? И нужно вставить, правильно здесь форма стоит или нет. Здесь дан пример, и мы прорабатываем. Это, в принципе, то, что называется таким вот грамматическим упражнением. Вот они здесь даны. Как я говорил, это не просто сухие упражнения. Дальше упражнение у нас идет здесь grammar and speaking. Отрабатывается грамматика вместе с навыком говорения. Здесь у нас задача. И мы с точки зрения отработки, прорабатывая конкретно грамматическую тему, еще и развиваем навык говорения. Так, дальше у нас еще упражнение. Looking at grammar. Underline the present perfect verbs, which is the time frame in each situation. Опять же, делаем еще одно грамматическое упражнение. Потом еще одно грамматическое упражнение. Хорошо прорабатываем теорию, только что изученную. Дальше у нас let's talk game. Уже игра, которая, ну, можно, это групповое занятие организованное. Опять же, на отработку данной темы. Можно индивидуально, можно в мини-группах. Пожалуйста. Другой тип упражнения. Здесь у нас следующее. Exercise 15. A bucket list. Reading, grammar and speaking. Еще три навыка одновременно. Reading, grammar and speaking. Все это объединено в одно задание. Мы их отрабатываем, обсуждаем, развиваем. Три очень важных навыка. То есть, урок уже не превращается в такой стандартной. Теория плюс упражнение. Дальше у нас здесь продолжается говорение. Situation. И вот, make your own bucket list of five to seven items. Нужно составить свой bucket list. На, составляем свой этот список. И, соответственно, делимся. Share list with your classmates. Со своими однокрупниками. И начинаем обсуждать, отрабатывать. Опять же, работая над данной текущей темой. Дальше у нас есть listening. Если мы видим здесь вот наушники. Это у нас listening. Слушаем. Listen to these common questions. How are, have and has pronounced. Как произносится форма have and has. То есть, отрабатываем произношение. И вот так здесь идет, в принципе, и дальше. Каждый урок в примерно похожей подаче. Дальше у нас еще здесь listening идет. Потом уже у нас следующая тема. Кстати, здесь тоже полезное такое упражнение. Warm-up для разогрева. Для того, чтобы войти в форму. 2-3 минуты. 5 минут. И дальше у нас уже the present perfect versus past simple. Тоже очень хорошая подача. Объясняется. Часто в этих временах делают ошибки. Это вызывает сложности. И вот здесь четко объяснено, в чем the present perfect. Отличается между... С... The past simple. Понятно. И студенту, и преподавателю. Особенно разобрав все эти примеры. В общем-то, вот на этом так и построен данный учебник. Юнит за юнитом. Здесь идут такие достаточно понятные, хорошие объяснения. Здесь есть еще и дополнительный материал в конце учебника. Сейчас я его покажу. Стоит тоже на него обратить внимание. Значит, что здесь? Здесь терминология. Basic grammar terminology. Базовая грамматическая терминология. Мы про нее говорим. Пожалуйста, читаем. Смотрим на примеры. И здесь все объяснено. Если нужно дополнительный материал. Нужен дополнительный материал. Adjectives. Что такое прилагательные? Как они используются? Примеры. Теория. Adverbs. Наречия. Примеры. Теория. Common mid-sentence adverbs. То есть, какие наречия идут в середине предложений. Дальше у нас здесь идет prepositions and prepositional phrases. То есть, как у нас используются предлоги. Предложный оборот. Как он используется? Пожалуйста. Здесь опять же у нас дана теория. Прошу прощения. Это у нас примеры. И вот у нас здесь теория. И вот практически по каждой теме здесь. Вот я на этом, наверное, завершу. Обзор этого дополнительного материала этого учебника. Здесь вот be absent from, be accused of. Здесь хорошие даны комбинации прилагательных с предлогами, которые нужно выучить наизусть. Вот так вот выглядит учебник Азар издательства Pearson. Его структура. Еще раз резюмирую. Скажу, что в нем отрабатываются все ключевые навыки. И занятия проходят достаточно динамично, с интересом. И материал, подача самого материала очень достойный. То есть, понятно и быстро можно разобраться, как и каким образом, в чем отличие того или иного времени, исчисляемых, неисчисляемых, существительных и любой другой темы, которые в данном случае это уровни intermediate to advanced. Вот так вот. Теперь давайте посмотрим на учебное пособие Focus on Grammar, которое у меня находится на верхней строчке. Здесь также отрабатываются все ключевые навыки, но подача материала здесь отличается. Я, в принципе, достаточно подробно сейчас про это расскажу. Это будет недолго, но общее понимание у вас точно появится. Вот у нас здесь, допустим, 16-й юнит. Present Progressive. Yes and no WH questions. Для разогрева здесь тоже дается какое-то упражнение. Как правило, какие-то вопросы по теме. Where do you like to watch movies? Check your favorite place. Где вы любите смотреть? И вот можно начать. On a flat screen TV. At a theater в кинотеатре. On a computer. On a phone. На телефоне. Обсудили, кто как любит смотреть телевидение. И дальше переходим к следующему. Здесь всегда у нас в начале какой-то текст. Но в данном случае это диалог. Грамматическая теория будет позже. Но в самом тексте, кстати, который озвучен носителем очень хорошо, жирным шрифтом всегда выделены те структуры, которые будут изучаться. То есть в данном случае это у нас вопросы. Yes and no questions. Специальные вопросы. И вот они все здесь выделены жирным шрифтом. То есть мы читаем. Мы слушаем изначально. Таким образом я работаю. Мы слушаем этот диалог. Студенты подчеркивают незнакомые слова. Я всегда говорю underline the new words. Потом мы обсуждаем ключевые слова для понимания. Часть текста читаем, чтобы отрабатывать произношение. И разобравшись с этим диалогом, мы переходим к следующему. Здесь дальше словарь. Отработка словаря. Это, кстати, слова из только что прочитанного текста или диалога. Вот эти слова. И эти слова нужно употребить в контексте. Catching a cold, classic, coughing, favorite, fever and sin. Сюда их вставляем. Проработали эти слова. И дальше идем к comprehension. Comprehension это упражнение на понимание текста. Здесь в данном случае нужно сделать следующее. Correct the false statements. Исправить неверные утверждения. Бывает верно, неверно. Бывают вопросы какие-то в зависимости от текста. То есть это упражнение на понимание текста. Для того, чтобы текст хорошо понять, нужно, конечно же, во-первых, понимать лексику. Ключевые все слова. Не обязательно 100% всех слов понимать. Ключевую лексику нужно понять. И нужно понять основную идею. Когда основную идею поняли, уже идем к деталям. Дальше идет у нас такая презентация общая. Таблица. В каждом юните. Present progressive. Yes, no questions. And WH questions. Как у нас образуется yes, no questions. Порядок слов. Дальше short answers. Короткие ответы. Дальше WH questions. Специальные вопросы. Answers. Какие ответы требуются на эти вопросы. И у нас еще WH questions about the subject. Специальные вопросы о подлежащих. Почему? Потому что порядок слов. Там другая структура, это вопроса другая. Получили общую презентацию. Обсудили ее с преподавателем. Преподаватель ее вам презентовал. Скажем так. И пошли уже непосредственно к деталям. Grammar notes. Это здесь их три. Бывает их пять. Бывает их шесть. Бывает их восемь. И так далее. Здесь объясняется уже детально грамматическая составляющая этого урока. То есть мы здесь говорим, что use the present progressive to talk about something that is happening right now. Когда мы используем the present progressive? Описывать то, что происходит сейчас. I'm singing in the rain. He is singing. Он поет. Is he singing? И поет ли он? Как у нас вопрос задается? Мы чуть выше говорили. Про это еще раз повторяем. Форма глагола B идет на первое место. Дальше подлежащий. И потом глагол. Дальше у нас про специальные вопросы. И дальше о вопросы. Вопросы о подлежащих. Как только мы проработали теорию, мы переходим к упражнениям. Конечно, здесь несколько упражнений сделаны прямо-таки на отработку конкретных грамматических пунктов. Здесь у нас в данном случае read the conversation again. Опять же, нужно прочитать диалог, который был в начале. Write the three yes-no questions. Нужно найти три вопроса да-нет, требующих ответов да-нет. Вот здесь пример дан. Дальше. Look at the conversation again. Write the four other WH questions in the chart. Теперь нужно специальные вопросы найти. Здесь очень удобно. То есть, про структуру каждого вопроса здесь есть подсказка. Его нужно найти. Проработали. Еще лучшее понимание стало, как мы задаем вопросы и какой порядок слов там должен быть. Идем дальше. Здесь еще упражнение. Опять же, мы отрабатываем present, progressive, yes, no and WH questions. Задаем вопросы. Третье упражнение тоже на вопросы. Present, progressive, yes, no questions. Четвертое. Common two word verbs. У нас здесь глаголы с предлогами. Listen to, look at, look for, wait for. То есть, это всегда. Listen to, look at. Ну, look не всегда. At, но смотреть на что-то. Look at. Look for это уже искать. Wait for ждать кого-то. Wait for. Всегда у нас предлог for после wait. Дальше. В каждом уроке есть исправление ошибок. Editing. Мы в данном случае читаем диалог, находим ошибки. Здесь у нас есть пример. Да, и нам нужно найти оставшиеся ошибки. Find and correct five more mistakes. Сделали. Идем дальше. Communication. В каждом юните у нас отработка произношения. Мы слушаем сначала теорию. Ну, это от юнита зависит в данном случае. Listen to the conversation. What is Dan shopping for? Circle the letter, the correct letter. Где-то есть теория. Допустим, про интонацию. Сначала данная теория, потом упражнение. Здесь сразу мы слушаем диалог. Потом listen again and answer the questions. И нужно ответить на вопросы. Потом у нас еще здесь есть упражнение на произношение. Прошу прощения, вот здесь вот у нас был listening. То есть мы прослушали. Это у нас произношение. Мы смотрим на теорию здесь. И дальше уже выполняем задание. У нас здесь 7A, 7B and 7D. Да, вот. То было аудирование, прошу прощения. Вот это у нас 7A, это теория. Когда мы слушаем. When letters are used in abbreviations, we usually stress the last syllable. То есть про что? Когда в аббревиатурах у нас ударный слог. The stress. We stress the last syllable. Последний у нас слог ударный. Прослушали примеры. Потом уже выполняем задание. Потом еще раз. Listen to the sentences in part C, then repeat the sentences. Еще раз. Слушаем эти предложения. И мы повторяем эти предложения. Надо здесь что? Change the underlined words to abbreviations. Ну, как в примере. Нужно у нас полные слова. Нужно сделать из них аббревиатуру. А здесь вот я еще раз сюда вернусь. Я говорил, что это listening. Это аудирование. То есть мы слушаем, выполняем это задание. И потом еще слушаем и отвечаем на вопросы. То есть у нас уже была здесь теория по грамматике. Мы поработали с... Сделали несколько упражнений. Сделали аудирование. Listening. Можно на занятии. Можно как домашнее задание. Pronunciation. Поработали с произношением. И идем дальше. Теперь здесь говорение. Roleplay. Здесь есть несколько заданий, как правило, на то, чтобы создать какие-то... Обсудить какие-то ситуации. В данном случае write a telephone conversation with your partner. Вот здесь нужно какой-то записать диалог с вашим партнером. Связано это с кино. Изначально мы говорили про фильмы в уроке. То есть, как я уже говорил, все так достаточно выстроена четко. Структура. Она у нас, если началась про фильмы, она про фильмы и продолжается. И, в общем-то, мы учимся что-то обсуждать, задавать вопросы. А тема-то у нас вопрос. Есть no questions. Специальные вопросы. Мы знаем их. Структуру. Мы знаем порядок слов. Вот мы их отрабатываем. Преподаватель слушает, корректирует и так далее. Дальше. Describing pictures. Описывая картину. Как мы опишем эту картину? Вот у нас здесь есть задание. On a separate piece of paper write questions about the picture. Use the present progressive. Ask another pair your questions. То есть, используем the present progressive. Почему? Потому что действие происходит в данный момент. Опять же, отрабатываем. Здесь вот даны даже какие-то глаголы, которые можно использовать, что очень удобно. Sing, dance, wear, look at, look for, carry и так далее. И используем the present progressive. Добавляем что-то свое. Составляем вопросы. И, в общем-то, очень-то, совершенно хорошо усваиваем материал. Дальше. Письменные задания. В каждом уроке. Writing. Оно всегда в конце. Что здесь нужно написать? Здесь нужно сделать следующее. Interview each other about your favorite movies. То есть, задайте вопросы друг другу. Проинтервьюируйте друг друга. Задайте вопросы о ваших любимых фильмах. Ask some questions with the present progressive. Используй the present progressive. Задайте друг другу вопросы. And then write about the movie you talked about. Расскажите о том фильме, о котором вы общались. Используй. Use the present progressive. When possible. Когда это возможно. Done. Например. Все очень складно. Прочитали. Обсудили. Посмотрели. Например. Взяли словарь. Написали. Дальше. Всегда. Здесь есть review. В конце урока. Повторяется весь материал. И дальше начинается следующий урок. Как я уже говорил. Помимо того, что материал прорабатывается в самом учебном пособии. Есть еще очень хорошая рабочая тетрадь. Это раз есть тесты по каждому юниту. Есть общие тесты по несколько юнитов. Есть тест посреди курса, который проводится. И еще тест, который проводится по завершению курса. Здесь еще помимо уроков, есть еще и дополнительный материал. Сейчас я покажу, как это выглядит. Начинается это с карт. Карты. Map of the United States in Canada. Дальше. Здесь по разным темам. В принципе, очень полезная информация. В данном случае это числительные. В том числе образование порядковых числительных. Здесь вот которые часто вызывают вопросы. Температура. Фаренгейта, Цельсиус. Как переводить ее из одного в другое. Чтобы мы понимали. На наш русский, европейский манер. Как это правильно делать. Дни недели. Года. Сколько дней. Значит, сезоны. Время. Как правильно произносить время. Четверть. Половина. И так далее. Разные способы. Вопросы типичные, какие мы задаем про время. Если у нас тема, допустим, plural noun, spelling and pronunciation rules. Как правописание. Базовое дано в самом уроке. Более расширенная информация дана в конце. Как, допустим, правильно образовывать множественное число. Существительных. При... Ну, с точки зрения орфографии. Как мы добавляем. As и as. В каких случаях. Какие есть исключения. И так далее. Здесь достаточно продробно про все это написано. Дальше у нас здесь plural noun pronunciation. Произношение множественного числа существительных. Дальше. The simple present. Спеллинг. Также правописание настоящего времени. Что у нас... Какие изменения у нас происходят, когда мы меняем формы глаголов. Например, таких как особенные. Have, do and go. У них особая форма образования после таких комбинаций, как ch, s, sh, expo, z окончания и s. В остальных случаях после третьего или за единственного числа окончания s. Это все здесь есть. Опять же, про произношение. Притяжательный падеж. Здесь дополнительная информация дана. Правописание. The present progressive. Окончание ng. Когда мы пишем, что у нас происходит. Здесь вот про удвоение важно. Когда удваивается. Когда не удваивается. Здесь односложные. Двусложные глаголы. Все это показано. Дополнение. Direct and indirect object. Здесь про это информация. Дальше у нас здесь идет информация. Что у нас здесь? Group one, verb two. А, ну да. Предлоги, которые используются с глаголами, которые тоже нужно знать наизусть. Так. Rules for direct and indirect object. Также правила для прямого и косвенного дополнения. Ну и, в общем-то, много здесь различных дополнений по каждой из тем. Здесь у нас прошедшее время. Произношение. Список неправильных глаголов. Non-count nouns and names of containers. Как неисчисляемые и существительные можно посчитать. Здесь достаточно, кстати, хороший список такой. Здесь вот особенно. Quantifiers, containers, major words and portions. В общем, здесь очень хорошая еще и информация дополнительная в конце учебника дана к той, которая есть в самих юнитах. Как я уже говорил, на мой взгляд, вот так должна подаваться грамматика, когда она отрабатывается через все ключевые навыки. Итак, давайте перейдем к следующему учебнику. Теперь перейдем непосредственно к учебному пособию MacGrammar Lab. Я покажу, как я уже говорил, здесь достаточно хорошая такая презентация материала, несмотря на то, что, может быть, не так интерактивно все это подано. Но, тем не менее. Примеры хорошие. Подача теория тоже здесь достаточно хорошая. Например, здесь про артикли идет речь, и здесь вот очень подробно рассказано, как И здесь вот такая хорошая детальная проработка, список того, как обычно, с чем, с какими существительными обычно не используются артикли. Дальше здесь рассказывается о том, что we usually use the with. Артикль the определенный, с чем? Names of oceans, seas, rivers, mountain ranges, countries with plural names, republic, kingdom, etc. Organizations. И опять же, здесь такой хороший, внушительный список примеров. Дальше у нас идут непосредственно упражнения. Practice. Сделали упражнение. Match the two parts of the sentences. Дальше. Grammar in use. Read the conversation and choose the correct word in italics. Можно по-разному это упражнение прорабатывать. В идеале сначала сделать самостоятельно, а потом мы прослушали. Listen and check. Если что-то не получается, сделали частично. Студент сделал частично. И, соответственно, дальше уже слушает и смотрит, какие варианты здесь есть. Но, как правило, можно справиться, так как варианты здесь даны. И теория дается хорошо. То есть, можно всегда обратиться. Сделал так лучше, так будет намного эффективнее. Дальше тоже, опять же, здесь grammar in use. Complete the information with a and the or no article. В чем разница артикли a and неопределенный? За это определенный артикль, но article тоже имеет значение. Когда он употребляется и как? Опять же, сделали и проверили. Прослушали. Дальше уже, в принципе, следующая тема. Вот такие вот короткие уроки. Demonstratives. This, that, these and those. Я, конечно, пример беру. Здесь артикль. Это не значит, что он только таким одним уроком. Там несколько юнитов посвящено артиклю. Есть... Вообще, в принципе, информация подается модулями. В каждом модуле по несколько юнитов. Потом есть review. И еще весь модуль повторяется. Как я уже говорил, большим преимуществом данных учебников являлось то, что у них было большое количество упражнений в онлайн формате. Сейчас этого нет, к сожалению. Поэтому довольствоваться можно тем, что здесь есть. Но даже то, что есть здесь, можно брать по конкретным темам, как дополнительный материал. И прорабатывать это, в принципе, очень-очень даже достойно получится. Особенно для тех таких очень мотивированных студентов, которым не нужно такое яркое и супер интересное занятие. У них есть тема. Ее нужно проработать. И вот они идут поступательно. Может быть, кто-то готовится к какому-то экзамену или самостоятельно прорабатывает материал. Этот учебник очень хорошо поможет. Особенно... Ну вот я точно знаю, что на высоком уровне, на уровне advanced я для себя какие-то темы смотрел. Было интересно проделывать упражнения. Потом смотреть на ответы, проверять, насколько правильно был мой выбор. Насколько корректен был мой выбор. Это полезно. Это очень полезно. И, в принципе, уровень B1, B2 даже здесь, я бы так сказал, непростой здесь B1. Здесь, наверное, даже больше на B2, по моему опыту, чем на B1. Хотя это, опять же, зависит от того, какая группа и какой студент. Если мотивация большая, если есть конкретная цель, то с удовольствием можно очень интенсивно идти по такому учебнику в том числе. Как я уже сказал, онлайн сопровождение к этому ресурсу нет, потому что Пирсон все это приостановил. Поэтому я перейду к следующему изданию Мерфи, то, что считают главным бестселлером и самым продаваемым грамматическим учебником в мире. Давайте посмотрим на самый продаваемый, самый, скажем так, известный, наверное, учебник по грамматике. Это English Grammar in Use за авторством Мерфи. И, наверное, мало кто про него не слышал. Тем не менее, я могу сказать, что, наверное, для меня этот учебник является самым сухим, самым простым с точки зрения подачи информации. Хотя, как я уже говорил в своем вступлении, его можно использовать как для работы с группой и с индивидуальными студентами, мини-группами, так и для самостоятельного изучения. Вот я для примера открываю здесь 75-й урок, Unit 75, здесь вот объясняется разница артиклей Children and the Children. Здесь дается такая достаточно хорошая теория, как и почему, и в чем разница между наличием определенного артикля и его отсутствием. Вот здесь вот конкретные примеры даны. И дальше у нас идут упражнения, exercises. Мы проделали эти упражнения. В общем-то, вот это, кстати, все, что есть по данному уроку. Вот здесь вот дана теория и дальше упражнения. Все. Complete the sentences using the following. Use the where necessary. Это вот здесь вот я читаю. Раз. И вот это два. Choose the correct form with or without the. Сделали. И все. И мы дальше уже переходим к следующему уроку. Он посвящен артиклям. Здесь надо отдать должное, что здесь тема прорабатывается достаточно хорошо. Вот. The giraffe, the telephone, the piano, etc. The plus adjective. Мы говорим про артикли the. Так называемые субстантивированные прилагательные. Плюс прилагательные. Что такое? The young, the old, the elderly, the rich, the poor, the homeless. Объясняется. Да, то есть погружение в тему здесь достаточно хорошее. Теория дана. В принципе, она дается достаточно хорошо. Понятно. Но такой иллюстративности, как у азар, допустим, нет. Или как у focus on grammar. Не так. Здесь просто примеры и пояснения. Ну, видимо, любителей достаточно много, раз это бестселлер. Дальше. Упражнения. Exercises. Как я вначале говорил, есть сейчас у пятого издания еще дополнительная книга с supplementary exercises. А в самом учебнике тоже есть дополнительные упражнения, которые помогают. Вот они. Edition exercises, которые помогают отрабатывать ту или иную тему. Вот у нас здесь present and past, например. Present and past продолжается. Дальше. Present and past. Да, все. Все по этой теме. Так. Дальше у нас идет, смотрите, past continuous and used to. Разница. Тоже в тему прошедшего времени. Дальше у нас future. Ну, и, в общем-то, по каждой теме здесь есть дополнительные упражнения. Ну, несмотря на то, что я вот так вот листаю страницы, конечно, кажется, что их там несколько, но в целом, может быть, даже много, но в целом их не так много, как хотелось бы. То есть вот такого нет здесь дополнительных тестов, допустим, которые повторяют каждый урок. Есть дополнительные упражнения? Да. Можно дополнить дополнительными книгами? Да. Из серии in use? Да. Можно дополнить. Но вот как в Азар или Focus on Grammar, такого нет комплексного подхода, когда ты прошел юнит, сделал тест, прошел несколько юнитов, сделал тест по этим нескольким юнитам, прошел половину курса, сделал midterm тест, все это повторил, потом все прошел, еще раз повторил end of course тест и так далее. Каждый уровень, вот, таким образом, наслоение такое происходит информации, она таким образом очень хорошо окладывается в голове. Поэтому вот этот вот библия, бестселлер мировой, в моей оценке, он занимает не первое место, наверное, за эти всех, я бы поставил его на последнее место. Если говорить про MyGrammarLab и вот эту серию, которая называется English Grammar in Use, то я даже, наверное, проголосовал бы за MyGrammarLab, просто потому что там есть еще и хорошие тексты, на мой взгляд, они более интересные. И там большое количество упражнений. Вот, за счет того, что там такое большое количество упражнений, отработать материал можно намного лучше. Такое мое субъективное мнение. На этом все. Я благодарю за внимание и надеюсь, что этот обзор был для вас полезным. Пожалуйста, делитесь впечатлениями. Я, конечно же, рассказал не про все учебники по грамматике, особенно, наверное, для высоких уровней. Буду еще про это говорить в будущем. А пока, я думаю, что достаточно пищи для размышлений, как для студентов, так и для преподавателей. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...